Российский эксперт считает, что вступление Азербайджана в ОДКБ может улучшить ситуацию по поводу Карабаха. Сегодня состоится визит министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Баку. Известно, что Сергей Шойгу проведет в Баку встречу с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. Каковы будут темы переговоров министров и какие стороны Азербайджана российского сотрудничества они затронут? Как скажется на характере военного сотрудничества двух стран, факт поставки 400 тонн военного груза России в Армению в июле этого года, будет ли поднята эта тема в ходе переговоров? Как передает Азербайджан, как отметил в интервью «Взгляд». Эйзи – российский политолог, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов. Повестка встреч ожидается достаточно обширной. В сентябре должно состояться совещание министров обороны ОДКБ, ШОС и СНГ, и это уже очень широкое объединение инициатив. Фактически Москва продолжает курс на выстраивание общей системы безопасности на всем постсоветском пространстве. И визит Шойгу сейчас в Азербайджан подчинен этой главной цели. Формы взаимодействия двух стран могут быть разные. Сейчас идет сверка часов. Да, отношения Баку и Москвы всегда были теплыми, но необходимо иметь конкретные формы сотрудничества. Думаю, что они как раз и будут обсуждаться, подчеркнул российский политолог. По мнению политолога, Россия заинтересована в более тесном взаимодействии с Азербайджаном. Это могут быть и военные игры, и совместные учения. Все эти мероприятия не требуют больших политических усилий, не требуют решения каких-то противоречий. Что касается вероятного и давно обсуждаемого более тесного сотрудничества ОДКБ, то все зависит от воли Баку, Москве, выгодно иметь как можно больше партнеров. Кстати, вступление Азербайджана в ОДКБ заметно бы улучшило ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Сегодня армянские военные находятся незаконно на территории Азербайджана. И Россия, возможно, могла бы заставить Ереван провести деоккупацию. Одновременно армянская сторона лишилась возможности манипулировать членство ОДКБ в своих интересах. Россия давно поставляет оружие и Баку, и Еревану. Это вызывает раздражение и там, и там, но практика насчитывает много лет. В Москве уверены, что могут сохранить баланс сил, а большой войны не будет. Думаю, что, конечно, этот вопрос сейчас будет подниматься. Но вот договориться об изменении ситуации как-то кардинально, пожалуй, не получится. Баку выскажет обеспокоенность, а Москва будет заверять, что ничего особенного не происходит. Недоразумения еще будет, но есть вечные факторы. Они в том, что Россия и Азербайджан – добрые соседи, которые сотрудничают взаимовыгодно. При этом ни одна из сторон не пытается играть с дружбой в политической плоскости, манипулировать. Все понимают, что для всех лучше развивать отношения, а противоречия обсуждать за столом переговоров, отметил А. Иванов. В то же время, как считает российский политолог, аналитик российского фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, России на фоне обострения армяно-азербайджанских отношений приходится проводить очень осторожную политику. Основной задачей является недопущение перехода конфликта в открытую фазу полномасштабного вооруженного столкновения. Если смотреть на проблему Карабахского конфликта глазами России, появление такого очага нестабильности вблизи границ всегда негативно. Но в данном случае это приведет к ухудшению отношений России с региональными игроками. Как минимум Россия будет вынуждена вмешиваться в конфликт из-за того, что РФ и Армения являются членами ОДКБ, подчеркнул И. Юшков. С другой стороны, как считает эксперт, ухудшение отношений с Азербайджаном экономически невыгодно России. Между странами идет активная торговля как гражданскими товарами, так и вооружение. Потери покупателя рынка оружия невыгодно российскому ВПК. Поэтому задача Шойгу заключается в убеждении Баку в неприемлемости эскалации конфликта. Но при этом подобными переговорами обычно занимается МИД. Поэтому визит Шойгу, видимо, предполагает не только переговоры по поводу отношений в Азербайджане и Армении, но и перспективах развития торговли оружием и совместной деятельности по противодействию террористическим группам на Ближнем Востоке и Кавказе, отметил И. Юшков.